Добрый день, дорогие земляки, гости нашего города. Прошу вас, подойдите, пожалуйста, сюда поближе, только, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, так как сейчас карантин. Будьте друг от друга на метр-полтора. Добрый день, дорогие земляки, гости нашего города, уважаемые художники. Мы очень рады видеть вас в нашей галерее на открытии выставки «Осенний вернисаж», посвященный 177-летию, годовщине со дня рождения великого мастера, гениального художника, Дениха Ипполитовича Семиранского. Он наша земля, который родился на нашей земле, и мы его прославляем. Сегодня на экспозиции представлена работа современных, молодых, талантливых художниц города Харькова. Это Наталья Бентус-Петровская, Ольга Рублевская, сегодня ее, на жаль, нету, она заболела. Анна Червоная, Ирина Крыльцова, тоже, на жаль, нету. И Валентина Олимпию, наши художницы, картины которых мы будем подходить и будем в виде опроса общаться с авторами. А сегодня на презентации присутствуют члены-любители прекрасного во главе с Людмилой Гавриловной Гуляевой, которой мы сейчас хотим дать снова. Подходите, пожалуйста. Доброго всем дня! Осенний вернисаж сегодня наполнен картинами, поэзией и музыкой. И мы начинаем. Осень. Полюбуйтесь, в октябре много красок на дворе. Вот калина красная, девица прекрасная. А березы-то березы золото вплетают в косы. Под осиной синенькой вырос под осинами. Осень-лету не подруга. Загуляешь скоро вьюга. Ах, не надо унывать. Будем сказку ожидать. Белизна в полях покроет, Дед Мороз дворцы построит. Ну а там, глядишь, весна. Все проснется до сна. Все, друзья, идет по кругу. Улыбнитесь по друг другу. А сегодня осень. До свидания, просень. Надежда Гриценко исполнит песню «Скрипка осенняя». Аплодисменты. 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 Аплодисменты 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 Скрипка осенняя плачет зубою, Боже, спасенняя не без кубою. Може, та скрипка плачет за мною, А вы раз ухи в кинь за спиною. Сегодня в наш клуб любителей прекрасного Вступает новый участник, поэт Александр Попов. Пожалуйста, Александр Иванович, почитайте. Осень. Магрян и лис, блакы и золотом цветы вся. Сумлива и покирна, сипала листва, И осенью напойна повітря, Целила душу, краще знахаря. Другий. Погаліли вже поля, та я сиротіли, Прокричали журавлі на сумлиній хвилі, Річка листя понесла, літа молоді, І рфіо заіржав, вмиць відчувши сіру. На душі тягар повізь. Люди, розуміте, бережіть самих себе, Тоскаріше, добрий. Передаю вас такіту Нине Федоровне Панове, Руководитель локальной грузі. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую! Дякую за перегляд! 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 Музика 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 Она тоже хотела вам задать несколько вопросов по картинам. Сашенька, начинай. Наталья, а эти дети тоже о чем-то мечтают? Они мечтают, ну, я когда рисовала, я думала, что они думают о чем-то, мечтают о чем-то светлом, о чем-то позитивном, и еще они просто любуются на цветовые сочетания неба, розовый замок, облака. Ну, в принципе, это не самое свойство, на любого отца красотой мира, поэтому они их тоже занимают. А вот эта картина. А эти дети тоже хотят стать художником, как и вы? Мальчик, он не просто мальчик, он иконописец юный, он пишет икону святого Георгия. Ну, наверное, раз уже пишет икону, уже художник. И тут мальчик плывет и рисует девочку рядом с нами. А это же наша Шаровка любимая, наше харьковское достояние, жемчужин. Да, вот и на следующей картине тоже Шаровка прописана. А это что, замок Шаровка, да? Да, это замок Шаровка, и, ну, получается, ретроспектива детки. Название у картины «Мои будни и минула», потому что дети – наше будущее, ну, а Шаровка уже наша. А вы, получается, подумали про Харьков, да? Ну, Харьков всегда в сердце, видишь, Харьковчонок. Ваша картина, вот, когда смотришь на вашу картину, вот, чувствуется, что вы иллюстратор детских… Вот как берешь вот эту картину, смотришь, и хочется ее дальше читать, как сказку, как книжку. У меня много детских, да, чувствуется в ваших работах. Что означают эти зверюшки? Зверюшки на первом плане – это по китайскому календарю, это все года, вот, вот, у нас сейчас год крысы, да, будут следующие, вот, пока, вот, ну, и тут, в принципе, вот, крыса, бычок, и все, причем они в порядке, вот, как идут по китайскому календарю, так, они выставлены здесь. А на вашей картине котик дружит с мышкой? Дружит. У меня, у меня, у меня вообще все танцевисты, я сама, герои картин, все любят мир, все друг друга любят. А расскажите еще немного о своих творческих планах. Творческие планы, творческие планы – рисовать, пока, вот, живу, дышу, ну, как бы, надеюсь, какие-то новые будут проекты, новые книги. Этим и живет, по-моему, я думаю, своими работами. А я знаю, какую молитву читает эта девочка. Отче наш. Отче наш, и жизнь на небесе, да, и жизнь на имя Твое, да, приедет Твое, да, будет воля Твое, яку на небесе и на земле. Дед наш, наш жизнь, и дар нам, и все остави нам долгий наш, яку же, и мы оставим сложником нашим. И не видимо Твое искушение, но избави нас от лука, лу-у-у. А вы увидели, как хайковские детки играют со своими собаками на канюлах, и вы написали эту картину, да? Ну, с этой картинкой связана у нас, я живу неподалеку от сада Шевченко, и вот рядом в доме живет такой далматинец. Это было перед Рождеством дело, и я увидела именно этого далматинца в таком наряде, и это послужило... Написалчиком, да. То есть он стал источником документов. А вы, ну, почему же вы нарисовали мальчика в костюме тигра? Это наш Букавель, Карпаты украинские наши, вот, и я сама лыжница, семья у меня тоже на горных лыжах катается, и мы в Букавеле увидели, как очень много детей катаются в таких вот костюмах, и один из них был как раз в костюме тигра, и меня просто вдохновили. Она же тигренок вот этот живой там скачет, это как образ, ну. А помните ли вы свою первую картину? Ой, нет. Нет, их было много, но самые смешные у мамы по черкушке были вот на тетрадных листочках ручка, и там какие-то, да, волки, собаки, они такие смешнючие были. Ух ты, какие красивые картины собаки. А у вас тоже есть множество животных? Ну, у нас были коты, ну, уже как от старости, нет, но собак я очень люблю, а живут у нас сейчас две декоративные крысы, черненькая и беленькая. Ну, любой животным чувствуется, по всем костюмам есть обязательно просто свое животное. Я вообще знаю, не только лягушек и птичек, и волки, ну, то есть все живое. Что бы вы хотели сказать или пожелать своему зрителю? Я бы, наверное, зрителю пожелала довольствия от жизни, радости от жизни, умения видеть красоту, умения радоваться самым, ну, вот мелким каким-то вещам, которые в жизни происходят, не зацикливаться на политике, на негативе, на ужасных новостях, то есть наоборот, черпать радость и снимать у кого-то. И нужны ли человеку сказки? Вот я смотрю сказки, мне очень понравилось в интернете высказывание, что взрослым зачастую сказки важнее, чем детям. Так вот, именно поэтому я это и делаю, потому что очень хочется веры в чудо, вера в хорошую, вера в светлую. И всем зрителям я этого жила. Спасибо большое. Спасибо, очень благодарна музею, очень благодарна зрителям. Спасибо. Здесь у нас представлены картины Ольги Груглевской. Она по специальности химик, технолог. Но в 30 лет она почувствовала тягу к рисованию и стала брать частные уроки. 5 лет она занималась живописью, брала приватные уроки в студии художника Татьяны Ивановой. И уже потом начала выставлять свои работы. У нее в основном идут портреты и анималистика. Очень интересный, четкий портрет. Посмотрите, как тонко выписана картина, как выписана девочка, портрет девочки, какие живые кошки. Анималистика вообще поражает внимание. Вот посмотрите, как интересно прописан зайчик. Зайчик не просто зайчик, он состоит с разных-разных мелких-мелких животных. Посмотрите, и таких необычных фантазий, придуманных художников. Очень интересная работа. Ее работы находятся не только у нас в Украине, а также за рубежом, в частных коллекциях. Хочу вам представить еще одну художницу прекрасную, молодую, Валентину. Анну, извините. Анну, я уже запуталась. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, о своих работах. Как вы начали рисовать? Рисовать только все дети начали. То же самое, дают в руки карандаши и вырисуем. Но вопрос в том, что у меня всегда было ощущение, что все рисуют как-то не так. После этого все перешло в то, что я сказала, что меня надо отдать туда, где все дети рисуют. И в общем-то, а дальше мир уже начинает наворачиваться, как клубочек. И ты уже занимаешься художественной школой, занимаешься уже живописью, чем только можешь. Идешь уже прощаться. И занимаешься поколение. Ну а в какой области видели себя художником? В книжной, как иллюстратор. Тоже Анна занимается иллюстрированием книг. У меня было немножко, период какой-то был из иллюстрации книг. И не было отрасли. Была все время потребность, наверное, основная потребность в рисунке, как это делает. Я смотрю на картину, у меня был вопрос, как это сделано. Как человеку это получилось. И вопрос всегда, надо было на него найти ответ. Попробовать технику, попробовать масло, попробовать пастель, попробовать. Разные техники. И, в общем-то, я получала ответы на свои вопросы. И меня это вдохновляло. Что вдохновляет вас на написание картины? Вы увидели что-то такое, в какой-то момент, и хочется сразу выложить его на полотно? Не всегда. Иногда ты его долго держишь. Да, это обязательно вдохновение. Обязательно тебя что-то зацепило. Ты зацепился за какой-то красивый кусочек природы. Цветочки. Животные. Поговорил с кем-то, с кем-то просто поговорил. Тебя даже просто рассказали что-то интересное. И у тебя уже начинается движение внутреннее. Это внутреннее движение перерабатывается. И в какой-то момент. А как совершенствуете свое мастерство? Ведь у вас такие разные картины. Вы занимаетесь и батиком, и маслом пишете. Посмотрите, какие прекрасные работы представлены нашей художницей. И я хотела акцент на батик. Чтобы вы хоть чуть-чуть рассказали, как это сложно пишется. Чтобы люди знали. Батик, он очень разнообразный. Разных вариантов батика много. В данный момент я в основном использовала горячий батик. Горячий батик это очень такая техника интересная. Она идет с горячим воском. То есть, кроме того, что ты разрабатываешь картину, ты ее потом уже переводишь на ткань, ты начинаешь идти от светлых пятен. То есть ты первые закрываешь воском светлые. Потом прорисовываешь менее светлые, более темные. Закрываешь их воском. И вот так послойно, послойно закрывать. Там до 80 перекрытий воском может быть. И в конце работы ты ее уже не видишь. И когда воск начинаешь утюгом убирать, у тебя проявляется работа. Не всегда знаешь, какой будет результат. Это настолько волшебно. Волшебно. Это просто волшебство. Да, волшебство художника. А еще хотела спросить. Как вы совершенствуете свое мастерство? Вы сначала, например, писали кистью, потом, может, еще какие-то инструменты. Что вы используете? Я не знаю, что я говорила. Есть какие-то периоды, определенные периоды жизни, мы что-то изучаем. Приходится изучать компьютер. Изучаем иллюстрации на компьютере. Было период, когда меня заинтересовали иконы, я разбиралась с левкасом. Мне пришлось разобраться, как левкас устроен, какие там слои, какие материалы используются. И вот, в принципе, так же. То есть какая-то область заинтересовала, а ты в нее погрушаешься полностью, начинаешь разбираться со всем, как это сделать. И вот плаваешь между... Она еще является декоратором на ТОБе. И очень интересно, как это вот, быть художником-декоратором, как это вот, ну, как можно увидеть и как можно сделать? Это очень сложно быть декоратором. Ну, это там входит, там больше монументальная часть работы была. И для меня было не так сложно, потому что я какой-то перед то, что он меня разворачивает все время в разные направления, занималась оформлением росписью стен. Поэтому переход с росписи стен на размер театра, в принципе, был не сильно заметен. По ощущениям. У вас только работа. Вы часто выставляетесь? Насколько важно для вас мнение зрителей? И бывает ли волнение от того, как картины будут приняты зрителям? Это всегда очень интересно. Если на каком-то начальном периоде было волнительно, то сейчас всегда очень интересно, потому что ты никогда не знаешь, какая будет реакция. Твоя реакция на картины никогда не совпадает с реакцией зрителей. То есть впечатление твое от того, что ты работал над этой работой, и впечатление от того, как ее воспринимают, бывает совершенно разным. Поэтому это всегда интересно, что видят люди в том, что ты сделал. Скажите, пожалуйста, что нужно настоящему художнику для счастья? Для счастья? Для счастья нужно много холстов, много красок, много эмоций. Спасибо большое. Благодарим за интересную беседу со содержанием. Сегодня у нас на выставке не присутствует Ирина Кривцова, но у нас есть еще одна художница, которая ее подруга, вместе с ней учились, и она может вкратце рассказать от этой художницы. Ну, с Ириной мы знакомы с 1999 года, когда вместе поступали в Харьковскую академию дизайна и искусств. Вот мы учились вместе, пять лет в одной группе, вместе ездили на практики. Ну и в дальнейшем вот до тех пор выходим на пленеры, устраиваем совместные выставки. Ирина участница международных пленеров, Черногория, например. Много пейзажей, посвященные Карпатам. Это чувствуется, что она как бы хотела захватить вот этот кусочек, вот как вот она его увидела, таким ярким, таким вот воздушным. У нее все какие-то картины такие дышащие, свежие, воздушные. Состояние природы передаем. Да, состояние природы просто волшебно. Прекрасные букеты прописанные. В основном, да, она пишет натюрморты, дейзажи, ну и вдохновляется природой. Мне кажется, вот тут вот у нас есть картина с орхидеями. Мне кажется, это она орхидеи, наверное, свои написала, я так представляю. Да, все натюрморты в основном ее пишутся с натуры. И вот она поставила такой натюрморт с орхидеями, с живыми цветами. Получился такой торжественный. Да, тоже очень красивая картина, да. Давайте теперь подойдем к вашим работам. Валентина, расскажите тоже вкратце о себе. И я еще знаю, что ваш отец, это знаменитый художник украинский, хотела бы услышать, как это у вас все с детства началось, как вы рисовали, как это все художество у вас получилось. Я родилась в семье художника Геннадия Олимпиевка. И, в общем-то, в мастерской, наверное, запахом разборителей и красок питала себя в это. И выбора профессии, как такового, ну, не было. Вот просто я рисовала с детства. И затем уже продолжила обучение в училище художественных и в нашей Харьковской академии. Хотела бы задать блиц опрос. Любимый цвет, любимый инструмент художника, любимое время года и любимый цветок? Ну, наверное, цвет голубой. Инструменты художника и сверху предпочла. Время года, ну, все по-разному мне нравятся, потому что оно, в основном, весна и лето. И любимый цветок. Любимый цветок. Ну, все цветы мне нравятся. Вы, можете, вы увидели там картинок. Но, наверное, это ирис, тюльпан и гладиолус. Это весенние и летние цветы. Ну, а вот вопрос такой, хотя мы уже вроде бы его прошли. Помните ли вы момент, когда решили стать художником? Вот я понимаю, что вы с детства занимались рисованием, а вот решили, вот решение стать художником. Вот именно художником. Ну, вы знаете, просто в конце девятого класса папа мне сказал, ну что, нужно готовиться к поступлению. Куда будем поступать, да? Да, вопроса такого как бы не было. Я стала уже целенаправленно рисовать, готовиться на тюрьморты с натуры. И поступила в художественное училище. Расскажите мне, пожалуйста, немного о своем творческом пути. Ну, я еще раз скажу, что закончила художественное училище. Уже с 1997 года принимала участие в различных выставках, всеукраинских, областных, международных. После окончания академии я была приглашена в колледж текстиля и дизайна. И сейчас преподаю там рисунок и живо, естественно, предметы. У вас просто необыкновенные картины с цветами. Расскажите, как вы нашли свой стиль? Вот такие вот работы прекраснейшие. Ну, у меня вообще в большинстве есть несколько направлений. Есть сюжетные композиции, совершенно другой техники. Но вот цветы и натюрморты я вижу в такой пастозной технике, потому что хочется всеми красками передать вот это разнообразие природы, цветов. Очарование этих букетов, да? Где черпаете вдохновение? Как рождается идея новых работ? Ну, например, если я цветы пишу, да, это можно увидеть, когда там продают цветы, мне понравился букет, я обязательно не пройду мимо, поставлю себе натуры и так моляюсь природой, жизнью, людьми, в общем. Но чаще всего вы пишете с натуры эти букеты? Да, цветы, все написаны с натуры, ни один натюрмор не повторяется. Есть ли темы в живописи, которые вас совсем не привлекают? Вот вообще не нравятся вот, ну... Ну, все темы в живописи, они же берутся из жизни, наверное, такой темы нет. Все зависит от того, как ее преподнести. Расскажите, пожалуйста, какими, по вашему мнению, чертами характера должен обладать настоящий художник? Внимательность там, радостный... Да, умение замечать во вседневной жизни какую-то красоту, что-то необычное. И быть неравнодушным, да, в жизни, к окружающему миру. Что художнику достаточно для счастья? И счастливый ли вы человек? Ну, счастье – это такая мимолетная вещь, но, в принципе, когда ты можешь делать то, что тебе нравится, это, я считаю, счастье. То есть художнику нужно вдохновение, краски, и тогда мы счастливы. Давайте пройдем сюда, еще чуть-чуть посмотрим на работы художницы. Так, интересно, еще мне очень понравилась вот эта картина. Тут и цветы, и дынь, это, наверное, летом было вдохновлено. Ну, да, да, этим летом как раз вот такой, ну, все, можно. Прекрасный. Розы с дачи, собрала пухти. Спасибо вам большое. Желаем творческих успехов и в дальнейшем новых картин, все больше и больше. Спасибо. Очень приятно, что ваша выставка проходит в стенах нашей прекрасной картинной галереи имени Гедриха Семирадского. Вы подарили нам радость. Надеемся, и вам нравится у нас. В одной книге я прочитала. В наше время духовного обещания жизнь людей становится только... Основывается только на земных интересах. Да, есть категория таких людей, но сколько у нас художников, поэтов, певцов, музыкантов, слушателей, зрителей, которые идут на такие творческие показы, значит, все у нас прекрасно. Спасибо вам большое, тычмирской громады, что вы приняли участие. Еще раз говорю, вы подарили нам сегодня радость. Спасибо. И вам огромное спасибо. Спасибо вам за улыбки, за отзывы теплые о наших работах. Большое спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...